Приветствую, уважаемые трейдеры. С вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. Ребята, в сегодняшнем обзоре будут свежие торговые идеи для вас на престящую торговую неделю. Посмотрим валютный рынок, индекс доллара, евро, доллар и доллар-франк. Также проанализируем мои предыдущие торговые рекомендации по этим инструментам, которые вы получали от меня. На прошлой торговой неделе, а именно в воскресенье 30 апреля. Я напомню, что данное видео выйдет на моем ютуб-канале в воскресенье 7 мая. На ютуб-канале компания Маркетс видео продублируется в понедельник 8 мая. Так, ребята, давайте начнем со свежих торговых идей по рынку Форекс и начнем с индекса доллара. Индекс доллара нарисовал шартовые перекрытия, импульсные движения вниз, которые произошли 2 и 3 мая. Проливы такие хорошие, уверенные вниз в сторону шартовой тенденции, значит лишь одно. Индекс доллара у нас дальше собирается двигаться вниз в сторону своей как короткосрочной, так и уже можно сказать долгосрочной нисходящей тенденции. Ниже сопротивление 102.25 рекомендую открывать шарты. Сейчас объясню, почему именно ниже этого уровня. Потому что либо с текущих будем охотить вниз, ниже откатного локального уровня сопротивления 101.45 максимума четверга. Либо еще у нас будет какой-то донабор торговой позиций в рамках вот этих снижений, которые мы с вами увидели, перекрывающие на прошлой торговой неделе. Поэтому, если будем с текущих уходить, можно работать в шорт от сопротивления 101.65, то есть если уже у нас произошло достаточно набора текущего для дальнейшего движения вниз. Если же еще будем донабирать торговую позицию, вполне возможно еще будем уходить выше сопротивления 101.65 и набирать торговую позицию в рамках импульсных движений вниз, которые я отметила 2 и 3 мая. Обращу внимание на то, что нисходящая тенденция здесь у нас преобладает медведя в силе по индексу доллара. И я думаю, что дальше будем двигаться вниз на пробитие поддержки 101 и ниже. Как локально у нас образовалась краткосрочная шортовая тенденция, которая началась в середине марта, так и более длительная, среднесрочная, даже можно сказать долгосрочная шортовая тенденция. По индексу доллара, которая началась фактически с начала месяца ноября прошлого года. Все это сигнализирует о уверенном медвежьем тренде, уверенной медвежьей тенденции, которая имеет все шансы для своего продолжения, исходя из текущей торговой картинки, которая у нас образовалась. Как я уже сказала, шортовое перекрытие показало дальнейшее шортовое направление по индексу доллара. Я думаю, что будем двигаться вниз и обновлять минимумы месяца апреля и дальше снижаться. Евро-доллар. Следующий инструмент, на который я бы хотела обратить ваше внимание, ребят, евро, я считаю, что набирает сейчас торговую позицию для дальнейшего лонгового импульсного движения. У нас произошло перекрытие продаж коррекционных, перекрытие продаж от 2-3 мая импульса наверх, посмотрите, уверенные, уверенные заходные импульсы наверх, в рамках которого четверг-пятница показывают донабор локальной торговой позиции, локальную консолидацию. Поэтому евро-доллар, я считаю, что уже готов расти. Можно открывать лонги из секущих стоп-лосс, выставлять за минимум дневочки пятницы, то есть, в принципе, ключевой уровень поддержки на текущий момент, и это район 1.09.65, откатная консолиционная зона поддержки, в которой рекомендую работать на покупку по валютной паре евро-доллар с перспективой на пробитие сопротивления текущего 1.10.70 и выше. В сторону лонговой тенденции, в сторону поджаться наверх на дневном таймфрейме, посмотрите, здесь у нас очень хорошее прослеживание, поджаться наверх на дневочках по валютной паре евро-доллара, и принципиальный момент, и это перекрывающие импульсы, которые я обозначила. Импульсы движения наверх на прошлой торговой неделе мы с вами увидели по евро, и это значит, что евро набирает торговую позицию для дальнейшего выброса на север в сторону тренда и с перспективой обновления максимумов месяца текущего и выше. И еще давайте один инструмент мы с вами посмотрим, торговая рекомендация для вас на предстоящую торговую неделю – доллар-франк, ребят. Доллар-франк нацелен на новые минимумы. Доллар-франк у нас, так же как и индекс доллара, нарисовал шартовое перекрытие. Шартовое перекрытие от 2 и 3 мая. Уверенные импульсы проливы вниз с новым минимумом по данной валютной паре, после чего небольшая коррекция. В принципе, доллар-франк – это тот инструмент, который любит таким образом набирать торговую позицию, любит выносить короткие стопы, что мы, в принципе, сделали в пятницу. Такой вынос стопов. Но, тем не менее, если посмотреть на текущую картинку за последние 2 торговых недели, давление вниз прослеживается. То есть мы сохранили давление вниз на дневном таймфрейме по USDCIF. Мы среагировали на откатную зону сопротивления 0,8975. Закрылись с таким сжатием специальным вниз в пятницу. Поэтому доллар-франк у нас дальше собирается двигаться в сторону тенденции шартовой на пробитие поддержки, образовавшихся в районе 0,8835 и ниже. С текущих можно пробовать открывать шарты, либо еще у нас будет небольшой донабор позиций в рамках этих защитных движений, которые у нас произошли на прошлой торговой неделе. Но, тем не менее, сопротивление ключевое – это 0,8975, ниже которого мы с вами можем работать на продажу по данной валютной паре с перспективой обновления минимумов текущего месяца и ниже. Ребята, это были свежие торговые идеи для вас. С понедельника пробуем работать на ослабление американского доллара по отношению к другим валютам. Евро-доллар, доллар-франк – это те валютные пары, которые, в принципе, нарисовали оптимальные торговые комбинации и которые позволяют открыть сделочки на ослабление американского доллара по отношению к евро и по отношению к швейцарскому франку. Также Dixie. Dixie тоже очень интересная картинка. Можете попробовать открыть продажу, как я уже сказала. И индекс доллара у нас тоже смотрится на продолжение шартовой тенденции. Ребята, это были свежие торговые идеи для вас. Сейчас мы с вами посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации, которые вы получили от меня на прошлой торговой неделе. В воскресенье вышло видео на моем YouTube-канале. Посмотрите, YouTube-канал Мария Кухта, открытый доступ в YouTube, торговые идеи Dixie, евро, франк на YouTube-канале компания Маркес. Это видео вышло на день позже, в понедельник, 1 мая. Но, тем не менее, у вас была возможность открыть соответствующие сделочки. Сейчас проанализируем эти сделки. Сейчас проанализируем мои предыдущие торговые рекомендации по индексу доллара. Евро-доллар и доллар-франку. На прошлой торговой неделе, в начале прошлой торговой недели, я рекомендовала вам работать контртренд по этим инструментам. Давайте быстренько пройдемся. Посмотрим картинку по этим инструментам на тот момент. И можно ли было заработать на моих публичных торговых идеях, которые вы от меня получили в начале прошлой торговой недели. Итак, индекс доллара. Индекс доллара у нас пятница закрывалась с поджатем наверх. Здесь замечательная лонговая комбинация у нас сформировалась. На эту лонговую комбинацию контртренд я вам посоветовала обратить внимание. То есть, кто смотрел мои видеообзоры, либо на моем YouTube-канале, либо на YouTube-канале компания Маркетс, вы видели, что я рекомендовала работать контртренд по Dixie. Посмотрите, открытие понедельника и замечательная краткосрочная отработка в лонгах. То есть, первую цель по индексу доллара мы достигли. Первую цель, которую я отметила на обзоре, 102,3 сопротивления. Мы, в принципе, взяли замечательный контртрендовый рост, на котором, ребят, можно было заработать. В своем открытом телеграм-канале Мария Кухтотрейдера я ребятам своим советовала еще ранее, это своим подписчикам советовала еще ранее покупать Dixie. Еще в пятницу, 28 апреля, посмотрите, я порекомендовала открывать покупочки по индексу доллара. И, сами знаете, что неплохо, неплохо, краткосрочно мы себя отработали, первую цель достигли. И потом, как я уже сказала, мы нарисовали по индексу доллара шартовое перекрытие, чем подтвердили тренд шартовый. То есть, шартовое перекрытие показало дальнейшее медвежье направление по индексу доллара, что я, в принципе, сегодня и озвучила в первом блоке сегодняшнего обзора с торговой идеей на дальнейшую продажу по индексу доллара. Тем не менее, торговая локальная формация, которая себя нарисовала до этого, замечательно, краткосрочно отработалась. Евро-доллар. Евро-доллар в прошлый понедельник я вам рекомендовала работать на контртрендовое снижение. Посмотрите, открытие понедельника, то есть, кто смотрел видеообзор на моем ютуб-канале, в воскресенье, ребят, вы могли уже с открытия рынка в понедельник зашартить евро-контртренд. Неплохая отработка до поддержки. Мы тут уже достигли до поддержки, которую я обозначила на обзоре предыдущем 1.09.70. Ключевая поддержка. Здесь мы в понедельник упали до этой ценовой зоны, во вторник мы протестировали эту ценовую зону. И, как я уже сказала, в первом сегодняшнем блоке мы по евро нарисовали лонговые перекрытия, которые фактически подтвердили дальний рост, подтвердили бычью тенденцию по данной валютной паре. И позволило, в принципе, сейчас уже сменить направление на трендовое по евро и работать на покупочку с текущих. Поэтому, несмотря на текущую лонговую ситуацию, шарты контртренд себе отработали. Ребят, я еще раз повторяю неоднократно, я уже это повторяла о том, что торговой формацией можно торговать как по тренду, так и против тренда. Я анализирую рынок и торгую по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. И это торговая стратегия, которая позволяет определить соответствующие формации и их отторговать. И сами видите, как, несмотря на то, что контртренд, но как себя отработали мои публичные прогнозы. То есть все в рамках моей стратегии. Конечно же, я не буду сейчас объяснять подробно, почему шартила контртренд, да, все нюансы. Сейчас почему лонгую евро по тренду. То есть все эти нюансы я рассказываю, ребят, на курсах обучения публично. Я даю только торговые рекомендации. То есть все, скажем так, подводные камни, все подводные нюансы вот этих торговых формаций я рассказываю своим ученикам на курсах обучения. Поэтому вы видите и сами можете убедиться в отработке моих торговых формаций. Вы видите результат моих публичных, не постфактумных прогнозов. Поэтому кто следит за моими публичными прогнозами регулярно, вы сами видите, как отрабатываются мои торговые идеи. Если вы желаете научиться также понимать рынок и понимать торговые формации, вы можете записаться ко мне на курс обучения. Об этом чуть позже расскажу. Так, и доллар-франк. Давайте посмотрим доллар-франк, ситуацию, которую я определяла на прошлой торговой неделе. То есть в прошлый понедельник у нас доллар-франк показал неплохой такой локальный рост. Вторник немножечко еще такой новый локальный максимум мы с вами увидели. По данной валютной паре, тем не менее, мы достигли сопротивления в районе 0,8990. Сопротивление, о котором я говорила на обзоре. Ребят, ну доллар-франк, в принципе, из всех этих инструментов, если сравнивать все с индексом доллара и с евро-долларом, то доллар-франк показал такую небольшую, небольшую отработку. Но все же мы ушли в сторону поджатия, мы достигли своего ближайшего ценового уровня сопротивления. То есть интродэй, можно сказать, мы себя локально отработали. После чего нарисовали шартовое перекрытие. И сейчас, как я уже сказала, в сегодняшнем первом блоке у нас произошла смена тенденции, смена тенденции с контртрендовой возможной перспективы до трендовой перспективы текущей, то есть шарты по доллар-франку. А, прошу прощения, я продолжаю рассматривать дальнейшие. Значит, это были мои предыдущие торговые рекомендации публично. Еще раз напомню, эти торговые рекомендации вы от меня получили 30 апреля, в воскресенье, на моем ютуб-канале торговые идеи Dixie, евро и доллар-франк. И 1 мая, в понедельник, на ютуб-канале компании Amarkets. Это были торговые идеи предыдущие. Отработку этих идей я сейчас проанализировала, озвучила. Также, ребята, хотела бы еще в двух словах сказать о криптовалютном рынке. Кто торгует биткоин-эфир, есть неплохие ситуации сейчас для работы на покупку. Потому что я считаю, что криптовалютный рынок у нас сейчас набирает торговые позиции для дальнейшего роста. То есть кто торгует крипту, это неплохие торговые, скажем, ситуации текущие. По биткоину, давайте посмотрим ситуацию. По биткоину у нас есть заходное лонговое движение, которое произошло 25 и 27 апреля. Коррекция вниз, перекрытие коррекции. Сейчас консолидация позиции с небольшим таким выравниванием на дневном таймфрейме. И это выравнивание говорит о том, что, скорее всего, у нас уже коррекционный шорт закончился. И биткоин у нас нацелен на новые максимумы. По биткоину мы можем с вами определить поддержку район 28,640, откатная зона поддержки. Выше которой происходит консолидация позиций несколько торговых дней. Если у нас дневочка в воскресенье закрывается выше этой ценовой зоны, то, в принципе, у нас выравнивание будет в силе. И биткоин, я думаю, дальше будет двигаться на север. Перспектива для роста пробиции сопротивления текущего 29,785. И дальнейшая перспектива – это сопротивление 30,400, то есть максимумы, которые мы с вами видели в месяц апреля. Неплохие шансы уйти на север в силу тренда лонгова, который у нас образовался за последние несколько торговых месяцев по биткоину. Еще с начала месяца марта. В силу того, что есть поджать наверх на дневном таймфрейме, значит, отмена лонгова сценария будет, если у нас произойдет пробитие импульсное вниз с закреплением ниже ценовой отметки в районе 27,800. В таком случае у нас произойдет отмена лонгова сценария, и дальше, скорее всего, биткоин будет двигаться в шорт. Но сейчас картинка интересная для тех, кто торгует крипторынок, также и эфир. Ребята, эфир давайте посмотрим. По эфиру, на самом деле, ситуация еще получше, чем по биткоину, потому что у нас довольно хорошие вот эти импульсные движения наверх произошли. То есть заходные импульсы от 2, 3 и 5 мая. Уверенные импульсные движения на север, после чего коррекция небольшая до откатной зоны поддержки 18,65, консолидация выше этой зоны с поджателем наверх, говорят о том, что, скорее всего, эфир у нас дальше смотрится на север. С перспективой пробития максимумов, которые мы с вами видели вчера, 6 мая, то есть район до 20,13С, дальнейшая цель – это 21,00 уровень сопротивления максимума месяца апреля. Интересная ситуация, если торгуете крипту, можете присмотреться к биткоину эфиру на покупочку. Ну что ж, ребят, это были свежие торговые идеи для вас. Сегодня мы с вами проанализировали валютный рынок, индекс доллара, евро, доллар, доллар, франк. Вы получили торговые идеи по валютному рынку. Также проанализировала крипторынок, биткоин эфир. Кто торгует крипту, тоже интересная идея для вас есть. Я напомню о том, что вы можете подписываться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер». Не забывайте подписываться для того, чтобы получать актуальные торговые рекомендации от меня по основным финансовым инструментам, торговые идеи, разбор моих торговых идей по авторской торговой стратегии и защитный трейдинг. Хороший контент для трейдеров, поэтому, ребят, подписывайтесь, и будете всегда в курсе основных торговых моментов по основным рынкам. Как валютный рынок рассматриваю, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серийовый рынок. Все рынки рассматриваю, все рынки анализирую. С призмы своей авторской торговой стратегии и защитный трейдинг отбираю торговые формации для вас. Если есть хорошие соответствующие торговые картиночки, об этом говорю на своих видеообзорах публичных. Если вы желаете получать от меня больше торговых рекомендаций, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Мария Кухта VIP и будете получать больше торговых сигналов с сопровождением, с четким ценовым уровнем стопа и все апдейты от меня по торговым идеям моим, по торговым сигналам вы будете получать. Не забывайте, кроме того, подписываться на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер для того, чтобы получать не только апдейты моих публичных торговых рекомендаций, но и также будете получать не постфактум торговые сигналы. Вот так, как по индексу доллара, допустим, я продублировала торговый сигнал с закрытого канала, сюда, по дикси продублировала, как я уже показывала, 28 апреля, и подписчики моего открытого телеграм-канала Мария Кухта Трейдер могли заработать на покупочке контртренд по данной лонговой формации, которую я увидела и которую продублировала в своем открытом телеграм-канале. Поэтому, ребят, подписывайтесь, также будете получать апдейты по моим предыдущим торговым рекомендациям, актуальным, публичным, по сегодняшнему видеообзору, если будут какие-то корректировки, тоже будете получать в моем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер, поэтому не забывайте подписываться и будете получать неплохие торговые рекомендации плюс апдейты от меня, а также сделки учеников, также интересные моменты по рынку, если будут, все это буду показывать в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер, поэтому, ребят, подписывайтесь. Если желаете научиться понимать рынок, вы можете записаться ко мне на курсы обучения. Ребят, курсы обучения индивидуальные, авторские курсы обучения по моей торговой стратегии защитный трейдинг. Все подробности понимания рынка, все подробности определения торговых формаций я рассказываю на курсах обучения. Восемь занятий онлайн, индивидуальных занятий со мной, значит, но этим наша работа с вами не ограничивается, потому что мы с вами продолжаем работать еще на протяжении полгода после окончания занятий, потому что я выступаю в качестве наставника для своих учеников. Я считаю, что нужно полностью проработать на практике те знания, те формации, которые вы узнаете на курсах обучения, которые я вам покажу и расскажу на курсах обучения. Все это не постфактум. Мы с вами будем отрабатывать на живом рынке, и вы сами увидите, сами увидите, как работают те торговые формации, те торговые паттерны, которые я предлагаю торговать, и которым я обучаю на своих курсах обучения. Также бесплатный доступ в мой вип-канал закрытый вы будете получать для того, чтобы видеть мои торговые сигналы, для того, чтобы видеть не постфактум отработку всех моих торговых прогнозов и понять логику формирования рынка и формирования соответствующих торговых формаций, которые можно понять и которые можно отторговать и на этом заработать. Ну что ж, ребята, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, не забывайте поставить лайк. Напомню также, что вы можете подписаться, еще раз напомню, что вы можете подписаться на мой канал YouTube Мария Кухта Трейдер, есть открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Также не забывайте, в Фейсбуке есть моя страница Мария Кухта Кепитал и закрытая группа Мария Кухта Трейдер. Тоже подписывайтесь. Значит, ребята, если желаете получать больше торговых идей, вип Мария Кухта, торговый канал с сигналами для трейдеров. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях. Буду благодарна за репосты. Жду от вас комментариев, жду от вас вопросов, жду от вас фидбэка. Всем хорошего дня, ребята, прибыльной торговли и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok